Друзья, я очень благодарна, что вы пришли. Крама, подайте, пожалуйста. Мы сегодня начинаем одно из не первых, но начальных мероприятий, посвященных обсуждению концептуального мастер-плана города Омска. Что это такое, мы об этом немножко переговорим. А я бы хотела в самом начале предоставить слово от организатора Роману Ковалеву, чтобы он рассказал, что же нам сегодня предстоит сделать. Потому что не одна вот эта сессия проектная, так ее будет называть, но можно назвать более бомбезно, бинарное заседание, где мы должны поговорить об основных целях сегодняшнего мероприятия. И Роман, я попрошу, чтобы он с вами уже рассказал, что будет после этого мероприятия, после предназначенного заседания. Роман, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли сегодня. После нашей, надеюсь, очень интересной, откровенной и живой дискуссии о перспективах и будущем Омска, мы предлагаем вам вместе с нами поучаствовать в проектной сессии и подумать над видением города, над будущим города, каким мы его хотим видеть, каким мы себе представляем идеальный Омск. И у всех у вас есть бейджи, которые цветом определены тем или иным. И в соответствии с этим цветом, после нашей дискуссии мы вас пригласим в рабочие группы, распределимся по залам и вместе с модераторами поработаем в каком экспресс-режиме на час, небольшой проектной работы, и подумаем, по креативам, предлагаем идеи, которые потом друг другу расскажут. Я думаю, что это будет очень интересная работа, которую мы обязательно возьмем себе как мастер-план. Конечно, мы представим всем заинтересованным людям, вы можете брать свои проекты, предлагать свои варианты использования, но для нас интересен мастер-план, и, собственно, для этого мы эту проектную сессию проводим. Спасибо большое. Я сделаю кратенькое вступление. Если вдруг кто-то не знает, что же это за затея, концептуальный мастер-план, что понимаем под этим мы, на самом деле законодательный термин не установлен, несколько мастер-планов в стране, в России, уже сделано. Каждый из этих мастер-план, ну, самый яркий, это пермский мастер-план и московский. Но понимание у двух названных терминов, оно отлично. Европа широко использует этот термин, тоже каждая страна и города используют термин совершенно по-разному. Мы не стали изобретать новую терминологию, но вкладываем в смысл этого понятия некоторое видение, видение будущего города, того города, в котором хотим жить все мы с вами. Мы хотим в итоге нашей работы сформулировать принятое максимальным количеством граждан, разными структурами, представителями различных сообществ, и власти, и региональных, и муниципальных, представителей науки, бизнеса, сформулировать обобщенное мнение о том городе, в котором хотели бы мы жить. Что это за результат? Это на самом деле, это не градостроительный, по сути, граждан, это больше социальный документ. То есть это заявка, это общественная договоренность, но в то же время принятая и разделенная властью. То есть это задание на формирование городской политики по развитию города. И в результате этого сформулированного мастер-плана мы видим комплекс мероприятий, направленных на реализацию этого видения, на реализацию концепции развития города и формулирование, можно уже сказать, задания на различные мероприятия, в том числе и здесь уже выйдет на первый план градостроительная документация, но даже в первую очередь это стратегия социально-экономического и пространственного развития города. Что хотелось еще сказать и что хотелось подчеркнуть в первых словах? Почему, собственно, мы начинаем? Это необычное мероприятие. И кто помнит, никогда в жизни, никогда власть не выходила перед городом, никогда город, городское сообщество не обсуждал ни генеральный план, ни стратегию. Это всегда представлялось как данность. Сегодня все-таки у нас с вами, я имею в виду гражданское общество вообще, Российской Федерации и в частности нашего города, города Умска, мы считаем, что граждане города имеют право на город. И именно это право на город мы хотели бы здесь подсуждать. Очень много сегодня в интернете публикаций. И если поверхностно просматривать, то ощущение складывается, ну, не очень хорошее, город вот обиженных, обиженных людей. Почему это происходит? Ну, может быть. Поэтому мы и назвали наше сегодняшнее мероприятие, что здесь не так. Для того, чтобы понять, а как так, какой город мы хотели бы увидеть, какой город мы хотели бы построить, ну, может быть, это и верно. Сначала поговорить, а что не так? Что нас здесь не устраивает? И почему все чаще и чаще, ну, я, например, смотрю в социальных сетях, и сегодня утром даже, читала вот Сергея Владимировича, после вот с него, конечно, как и старый, когда он задает вопрос, что нам делать, какой выход вообще есть в его мечеть? Нам уезжать или, может быть, остаться? И остаться, быть пассивными гражданами, терпеть, просто наблюдать или замкнуть под своим собственным лепетом? И его тоже можно очень хорошо устроить, смотря, что у тебя внутри. Я даже могу сказать, да, где-то как-то я однажды сделала такой вывод, когда у нас группа друзей, группа коллег, единомышленников, мы не сумели найти себе применение, свое профессиональное применение в городе Омске. Нам пришлось создать свой собственный институт, выйти на российский вывод и даже за рубеж, сегодня институт территориального планирования Град, который и, собственно, выступил, организатор этого мероприятия, работает на территориях более 50 регионов Российской Федерации и практически не работает в Омской области и в Омске. И нам стали задавать вопросы, а почему, вам что, все равно? Мы подумали, больше половины специалистов нашего института родились в этом городе, и мы сказали, нет, нам этот город важен, нам этот город нужен, и, собственно, сделали мне предложение, от которого я не сумела отказаться, и мы объявили, создали внутри себя, за счет внутренних резервов, вот этот внутренний проект, и решили позаниматься городом Омске. Отнеслись к этому серьезно. Мы не бросим это занятие, мы будем его продолжать. И я абсолютно убеждена, что мы добьемся здесь результата, мы сформулируем с вашей помощью, только с вашей помощью, видение развития города, и пойдем дальше реализовывать эту картину, которую создадим вместе с вами. Я глубоко убеждена, что формулирование видения будущего города не есть работа профессиональная. Мы просто не имеем права сегодня создавать отдельно от горожан вот такой документ. Потому что выбор – это выбор сообщества. И только в том месте, в том городе человек может быть действительно счастлив, а такое счастье существует, городское счастье, есть даже счастье вообще гражданина страны. И мы знаем такие истории, когда есть министерство счастья. И самый главный показатель деятельности органов власти – это индекс счастья, который рассчитывается научным способом, но это выражение отношения горожан, отношения граждан страны к своей стране, к своему городу. Мы пригласили уважаемых спикеров. Огромное спасибо вам. Отдельное персональное спасибо, я хочу сказать, Владимиру Борисовичу, потому что все-таки это большой-большой шаг, необыкновенно важный шаг с вашей стороны, чтобы все-таки поддержали эту инициативу, именно благодаря вам мы находимся в этом зале. Поэтому я думаю, глубоко убеждена, что вам и первое слово это дружать, и мне бы хотелось, чтобы вы были откровенно и даже не от имени власти, а больше от своего собственного имени высказали позицию по отношению к нашему городу дальше у нас. Но, к сожалению, Валерий Николаевич Капланад не смог приехать. Мы хотели очень услышать позицию ярчайшего представителя для русского бизнеса, но, надеемся, в следующий раз мы его увидим. Анна Касьяненко, общественные дети, сама расскажет свою позицию, что я уже, по-моему, злоупредила имена. Николай, это, 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 тоже интересный всем, у меня там по списку, архитектор, общественный деятель, которому, надеюсь сказать, очень много есть. Витя Владимирович Кирокор, социолог, социальный технолог, организатор, медиапродюсер, тоже очень интересно ваше мнение, ну, если, Владимир Владимирович Костарик, я уже о вас немножечко сказал.